Точно фокус? Да. Точно записывает? Да. Ты уверен? Да-да. Ну всё, иди тогда, спасибо за пункт. Thank you for your help. Всем привет, с вами Царь. И сегодня я решила рассказать вам об одной конюшне, которая, наверное, известна многим людям, которые живут в Нижегородской области и вообще в Дзержинске. Конечно, сама находится в Дзержинске. Почему я решила поднять такую тему? Потому что буквально недавно, сейчас я вам расскажу полностью всю историю, а перед этим, пожалуйста, заходите в мою официальную группу ВКонтакте, там сейчас идёт конкурс, всё, что нужно вам сделать, это всего лишь подписаться на мои два Инстаграма, подписаться, быть подписанным на мою официальную группу, сделать репост записей, написать внизу порядковый номер со своим ником, и всё, больше мне ничего не нужно делать, поэтому заходите в мою официальную группу, также подписывайтесь на мои Инстаграмы, все соцсети, все всегда ссылочки в описании и на конкурс тоже. Совсем недавно мы стояли около шаурмы, шаурма называется шаурма на линкома, мы стояли со своими друзьями, то есть там была я и ещё трое моих друзей, время было где-то 10 с чем-то вечером, то есть не особо поздно, мы стояли, и тут приезжают, короче, три коня, кони, во-первых, не подкованные, и кони бегут по асфальту рысью, ну, я сразу поняла, кто это, мальчики у меня вообще не шарят вообще, вот как бы не разбираются в конном спорте, я, конечно же, знаю вообще всех коней в округе, по большей части, где кто стоит, именно вот в нашем городе, поэтому я сразу поняла, чей это конюшня, и это конюшня, у которой не очень хорошая репутация, чистый за хозяйки, вот, поэтому я такая, типа, мгм, понятненько, ладно, хорошо, ну, побежали они рысью, ну, это не первый случай, когда они бегут рысью по асфальту, все к этому уже привыкли, и никто с этим ничего не может никак сделать. Значит, они приехали к шаурмичной заказать шаурму, когда они подъехали прям к окошечку, то было заметно, что они немножко навеселее, то есть они походу немножечко пьяные, при этом верхом на конях, без шлемов, без там вот всякого такой типа экипировки, которая как бы вот должна, наверное, иметься все-таки на людях, которые ездят верхом, хоть как-то, тем более в городе, где лошади могут чего-нибудь испугаться, и последствия могут быть необратимыми. Было, значит, две женщины, в том числе одна из них хозяйка конюшни, и один мужчина. Мужчина стоял к нам ближе всех, и достал бутылку водки, и такой, ребят, давайте бахнем, или что-то такое примерно он сказал. Ну, женщины сказали, что нет, ты что, давай не сейчас, при этом от водки не было где-то примерно вот стальки, ну, то есть не было, короче, какой-то части водки, поэтому вывод идет тот, что они реально ее уже пили. Они начали заказывать шаурму, и они заказывали два маленьких лаван, ну, две маленькие и одну большую, и из-за того, что был уже поздний вечер, было очень много клиентов до этого, поэтому маленький лаваш в шаурме закончился, в самой шаурмичной, и они им ответили, что маленького лаваша нет, и после этого мужчина, который там был, который был с фоткой, он начал, ну, как бы, грубо говоря, наезжать что-то из серии, и он начал немножко угрожать, что вот давай мы сейчас сюда к тебе зайдем, типа найдем этот лаваш и так далее и тому подобное. Кони у них лезли прямо в окошечко, которое вот было где-то, через которое, типа, деньги принимают и шаурму отдают. То есть один конь точно был худой, я вам вставлю фотографию, которую я сделала, именно вот во время этого момента в Синкате мы собирали различные истории именно с этой конюшней, чтобы потом что-то с этим сделать, но немножко передумали, потому что нас бы никто слушать не стал. Вот поэтому я вам просто рассказываю истории сейчас, которые лично я видела, либо это истории из, так скажем, жизни моих друзей, которые тоже, ну, которые были, присутствовали там, то есть это именно их истории. Никакие имена я, конечно же, называть не буду, чтобы сохранить конфиденциальность, вот, поэтому давайте просто зачитаю, что мне писали. Пишет одна девочка, которую я писала. Могу рассказать про кобылу по имени, назовем А. Она была куплена хозяйкой конюшни в рассрочку зимой. Кобыле три года готовилась к заездке. При ее покупке обговаривали, что кобылу не крыть до пяти лет. Хозяйка конюшни полностью согласилась с условием, ей продали эту кобылу. Постепенно вводили работу, и потом хозяйка конюшни говорит работникам и всем остальным, что она скоро будет крыть ее. Мы ее все предупреждали, что последствия могли быть разные. Она всех нас послала и сказала, сделает как посчитает нужным. На следующий день в ВКонтакте появляются фотографии, где эта кобыла с жеребцом по имени, пускай будет В, гуляет в одной ливаде. Кобылу покрыли. Эти фотографии видит сама хозяйка кобылы, и она приезжает на разборки, чтобы забрать кобылу свою. Хозяйка конюшни клялась, божилась, что они просто гуляли, и он не кроет кобыл. На заметочку, этот жеребец на голову больной, он людей пытается покрыть. О чем тогда можно говорить о кобыле, особенно когда кобыла в охоте? Я тогда лично подошла к хозяйке этой кобылы и сказала, чтобы она немедленно забрала свою кобылу от этой хозяйки, хозяйки конюшни, иначе кобыль бы не поздоровилась. Недружный коллектив, все друг друга подставляют коней, гробят. И у хозяйки конюшни такой принцип, что кто не работает, тот не ест. То есть даже если жеребенок не работает, жеребенок не заезжен, она не будет его кормить. Сама хозяйка конюшни провозила коней издалека, хотя ей это делать запретили ветеринары, причем строго-настрого запретили. Каких-то определенных коней она привезла из Казани, но сама хозяйка конюшни сказала, чтобы девочка, которая рассказывает эту историю, говорила, что они их купили у цыган в Нижнем. Также я спросила про жеребенка, которому буквально не было еще и двух лет, что, типа, его заезжать собираются или нет, потому что у этой хозяйки вполне реально, что его могут и в два года заездить. Я спросила, типа, мне сказали, что ей полтора года. Я спрашиваю, я надеюсь, она не заезжена еще. И девочка отвечает, к моему сожалению, заезжена этой осенью. Ее собираются крыть весной. В конюшне вечный бардак, все спокойно курят в конюшне и на конях. Уборка происходила при мне один-два раза в две недели. Хозяйка конюшни очень любит поскакать в лесах или в полях. Еще она очень любит пользоваться хлыстом. Именно бить им лошадей, если она не слушается. Есть ситуация, что у них кони очень худые, у них просто очень торчат кости на кругу, как минимум, ребра торчат, но, допустим, зимой они это все прикрывают попоной. То есть, чтобы не было этого видео. Я думаю, что это пока было все видео на сегодня. И я просто хотела поделиться с вами этой ситуацией. И напишите внизу в комментариях, есть ли у вас какие-нибудь такие конюшни вблизи города. И напишите, пожалуйста, область, области города и название конюшни, допустим. И расскажите историю, что происходит у вас такой, к примеру, конюшня. Мне очень интересно, много ли таких ужасных конюшен по городу, вообще по России. Давайте заведем такую рубрику, типа, мои ужасные истории или что-нибудь такое, где я вам буду просто что-то рассказывать. Вы будете мне писать в комментариях что-то. И, допустим, ваши же истории я буду потом озвучивать в следующем видео. Поэтому, ребят, пишите, пожалуйста, внизу в комментариях. И если кто-то знает вообще эту конюшню, я уверена, что Нижегородская область прекрасно знает вообще эту конюшню. Мне очень жалко коней, что они приходят с жирненькими, приезжают, а уезжают просто, либо умирают прям там на конюшне. Это не прикольно, это ненормально. С вами был Саря, и всем удачи, всем пока-пока.